всем привет мы на канале ru флорида меня зовут ирина и я офис менеджер медицинского центра touch of health пройдемте я вам покажу здесь у нас лобби обычно принимаем пациентов в клинике на одном адресе находится медицинский центр который помогает пациентам после авария также хронических проблем с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом мы лечим после аварии после спортивных травм и после рабочих травм также и есть хит и хронические заболевания а с другой стороны у нас есть диагностический центр который делает диагностику мрт и рентген а где вы находитесь мы находимся на вест колониал ближе к даунтаун орландо адрес у нас можно найти на сайте а мы дадим вам ссылочку потом под видео посмотрите короче ваш адрес в орландо дома в орландо ближе к центру ближе к даунтауну на перекрестке недалеко нас и четверка 408 highway поэтому мы принципе прям посерединке всего очень удобно добираться из юга орландо и севера и близ ближайших городов а скажи очень кратко кто ваши пациенты большинство наших пациентов это люди которые попали в аварии у нас мультинациональная команда говорит на многих языках учитывая и русский и румынский и арабский и французский креольский а также мы говорим естественно украинском языке русском и на русском и на английском и на испанском поэтому мы пытаемся помочь всем как говорят great орландо и всем комьюнити которые и людям которые говорят на других языках это особенно полезно для старшего поколения которым очень сложно выразить свою боль или какие-то симптомы очень сложно донести до специалисты до врача их нее на самом деле проблему поэтому навсегда став который может перевести и держать за руку как бы по всем любым процедур сколько у вас в общей сложности работников у нас около 15 сотрудников это учитывая всех хирургов и врачей которые не всегда в офисе но у них определенное расписание да ну давайте пойдем посмотрим что в общем начать с мрт да давайте мне сказали что мрт может притянуть мой аппарат я снимаю есть такой стикер он сразу написать что это сильный магнит нельзя заходить с пейсмекер аппарат для сердечного да 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 что внутри железяки у вас если не дай бог стоят они какие пули возди некие металлические импланты стоит уточнить что если у вас раньше была операция например на замену запястья и там есть какие-то металлические планты если они делались и последние 20-30 лет это принципе безопасно он делается из титана он не магнитится поэтому с ним можно делать это говорится больше за металлические импланты которые очень давно делали по советском союзе то есть возможно лет 50 назад а также и татуировки которые делаются скажем так очень старыми называется в тюрьмах раньше делали их мешали с металлом поэтому можно немножко нагреваться татуаж который делается современно в принципе безопасен любые нейростимуляторы естественно телефоны любые металлические предметы сюда нельзя поэтому мы обязательно переспросили июлю да у меня ничего нет у меня есть оборудование которое недавно обновила для вас буду держать двумя руками пройдемте здесь телефона можно подойти близко но мы не будем держаться приближется к магниту там сейчас пациента нету поэтому магнитное поле не такое сильное но мы приоткроем дверцы пока откроем тайну я оказывается не знала о том что вообще мрт аппарат работает всегда он никогда не выключается а если его выключить то это будет стоить десять тысяч долларов чтобы опять включить дорого будет стояно потому что нужно будет к вам что магнит мы это делать не хотим ой-ой-ой-ой-ой-ой очень экстренных ситуациях в большинстве случаев можно скажем так уйти из офиса не травмируя свой магнит и мы имени что не хочет это делать не хотим это делать мы зайдем на порог и по с порога покажем сам магнит тяжелая дверь а все это очень опасно но ради вас мы постараемся хотела бы сказать что сам мрт можно слышать такое звучание называется черпень сам магнит по себе он безопасно это самый безопасный где сам безопасная диагностика которую можно сделать у нее нет радиации как на рентгене он показывает снимок достаточно быстро и без какого-либо воздействия единственная есть опасность это именно с металлом потому что там огни поэтому для 90 процентов людей у которых нет никаких металлических вещей в теле это абсолютно безопасный никого радиации ничего нету поэтому все кто хотят и бояться бояться не надо бояться мы обязательно всех спрашиваем каждый человек проходит через список вопросов это спрашивается несколько раз есть определенные протоколы которые технично всегда переспрашивает а также есть некоторые пациенты одеваются мы всегда говорим что нужно одеть свободную одежду которая будет не мешать допустим какие-нибудь штаники свободные теплые теплые носки маечку для девушек бюстгальтер обязательно без металлических вставок а если человек приходит и одевает допустим молнию или какие-нибудь металлические вещи то мы их просим переодеться у нас есть специальные переодевалки вот здесь можно оставить свои вещи закрыть на ключик здесь написано сразу список можно показать всего что можно всего что нельзя естественно нельзя не курить нельзя с собой принести огнетушитель и часы телефон и всякое бывает мы очень часто сталкиваемся с тем что девушки приходят с париками и парики бывают с металлическими заколочками к сожалению если и снять нельзя то переписать записаться до есть скажем так маленькие металлические предметы как вот заколочка в принципе с ней можно сделать мрт проблема в том что из-за того что магнит не будет фокусироваться в этом районе если заколка например на шее а скан делается на шею будет непонятная скажем так диагностика будет плохо видно на скане поэтому нет смысла делать также такая проблема происходит с брейсами с брекетами ну иногда можно скажем так поменять позицию шеи чтобы она сильно не влияла это безопасно для пациента но в то же время иногда не получается получить хороший хороший скан и мы вас проведем одну секретную комнату которую мы никому не показываем только для зрителей вашего канала мы покажем секрет секретную секретную комнату она такая большая комната с большим количеством оборудования и это оборудование полностью скажем так оперирует нашим мрт помогает охлаждаться там есть специальный кондиционер огромный которые работают только на мрт и там будет очень громко внутри поэтому я принципе ничего говорить не буду но мы покажем так немножко что там и а давай проведем эксперимент ты говори если там есть супер очень громко а мы посмотрим вот видите мы вот заказали такие петлички так что все должно работать до идеально даже с большим шумом вот посмотрим как раз бы хорошим там принципе не всегда шумно но когда работает кондиционер достаточно шумно уже здесь можно услышать на слышу слышу вот это сам кондиционер да тут можно даже показать она всегда на 65 градусов а эта температура которая поддерживает мрт на правильном правильной температуре вот здесь сзади есть специальный монитор который показывает уровень и давление эти параметры чтобы быть правильных позициях иначе у нас проблемы вот эта вся аппаратура управляет мрт и регулирует уровень гелия уровень давления честно говоря я не технишин точно не знаю все нужно работать правильно чтобы страны были безопасны панель управления холеры это все естественно дублируется на улице потому что кондиционер и все тоже есть отдельные отдельная аппаратура так да громенько как вы знаете такое оборудование требует очень много внимания поэтому нас есть специально команда которая этим занимается 24 часа в сутки поэтому когда у нас ураган и постоянно выключается свет нам требуется о да вам надо чтобы постоянно работал обычно и вы постоянно проверяем и мониторим чтобы уровень давления не понижался потому что если сильно поднесется уровень давления понизлflix уровень гелия по лиц уровень гель это может быть проблема с своим сканом короче дорогостоящее такое оборудование удовольствие но мы сделаем все для наших клиентов чтобы им не нужно было никуда ходить чтобы они могли все сделать здесь очень удобно молодцы все пройдемте дальше мы будем стараться не снимать наших пациентов поэтому пройдемте да будем будем очень-очень здесь на приеме у нас сотрудники мультинациональные нас есть девочки которые бежали на гаитянском креольском французском языке на русском на украинском и на других также чтобы помочь нашим дорогим клиентам пациентам здесь у нас терапия леночка наш помощник хоропрактора также и многие знают в орландо как тренера учителя йоги вот она проводит постоянно занятия и мастер-классы поэтому если кому-то интересно мы с удовольствием оставим ее контакты леночка вы согласны с нами леночка согласна сейчас секундочку пройдемте так ку-ку никого нет доктор mark hey um do you mind if i show you for just a second for a quick video sure um i remember george who coming here for massages yes yeah his wife is julia she's also a logger nice to meet you she's also blogger she's going to make a quick video for her um watchers for a channel yeah just about us what we do here and about your magical hands so dr mark он наша кара-практор он здесь у нас каждый день он виде всех наших пациентов делать им аджасменты обучает их о том как правильно вести образ жизни как правильно заниматься дает упражнения домой и также управляет им шеи и поясницы коленей и все такой полезный человек очень полезный thank you thank you bye-bye пройдем дальше дальше у нас интересненького несколько интересных всяких оборудований этот аппарат например называется трекшин кибол это такое магическое оборудование которое помогает нашим пациентам скажем так восстанавливается быстрее у некоторых есть проблемы с компрессией дисков а этот аппарат помогает именно сделать декомпрессию дисков и помогает возобновить скажем так кровоток в этот раз в это место я могу принести модель позвоночника вам покажу наглядно очень интересно многие наверно знакомы с болями в спине если это и звоночные грыжи вот аппарат который может помочь достаточно эффективно доктор марк предложил если хотите можем даже сделать вам или и гора adjustment и показать нагладно как это выглядит да хорошо ладно не кофе сделаем вот примеру позвоночник да и между каждым позвонком есть диск да вот этот диск скажем так с возрастом у некоторых людей он стирается прижимается из этого появляется вот такие вот некрасивые грыжи протрузии разные проблемы зависимость того где это находится очень часто это давит на нервы предоставляет дискомфорт человеку это самом деле с этим сложно жить некоторым некоторых это влияет на слабость в руках на головные боли на слабость ногах на боли которые стреляют до колена также некоторых это может влиять на половые функции на другие проблемы с внутренними органами вообще в общем-то на все организм влияет да вот в этот аппарат он создает декомпрессию то есть он растягивает отпускает растягивает отпускает и и таки тем самым создает немножко больше места для диска и снимает скрыток напряжения и есть это место допустим протрузия она не так сильно давить на близбежащие нервы доктор марта уже еще любит показывать пациентам где что есть у нас очень много здесь нервов это просто как бы модель костей и дисков но естественно что от нашего позвоночника выходит очень много всего спинной канал поэтому нужно о нем заботиться мы скажем так пытаемся убедиться что наши пациенты понимать что они что у них происходит в их организме для этого делать и мрт и диагностика в мрт можно прям наглядно увидеть именно грыжи где они находятся куда они давят на какие нервы и на самом деле рентген многих как бы знакомы с рентгеном рентген показывает именно кости то есть кости показывает иногда некоторое воспаление он показывает твердые ткани рак по-разному некоторые вещи но мрт показывает именно мягкие ткани то есть грыжи протрузии всякие все что происходит между костями и то что рентген не показывает поэтому очень часто мы делаем пациентам это и другое что мы конкретно знали где что происходит кто частые пациенты вот у этой процедуры драйверы у нас очень много трак драйвера приходит лечиться они часто покупают так и же сразу там 10 визитов это более выгодно из-за того что они скажем так часами едет на дороге едут на дороге вот это движение постоянное она создает компрессию на диске и они когда приходят сюда они делают полностью диагностику видят врача приходит терапию которая помогает также убрать напряжение если и можно не все можно делать декомпрессию не могут уже делать и обратно дальше по офису до нас такая комната скажем так для различных скажем так и для декомпрессии иногда есть дополнительные специалисты приходят могут ли воспользоваться в этой комнате у нас тренажер тренажеры большое количество elliptical всем знакомый думаю велосипед это магический тренажер называется вайбра плейд и его вибрирует вибрирует да я на каблуках конечно не совсем правильно я лично делаю ее три раза своеобразный такой массаж до внутренней получается да на части чем она помогает очень часто пациенты когда приходят после травм им очень сложно двигаться им очень сложно допустим там какие-то движения вот такие вот дела здесь можно сделать огромное количество упражнений но можно просто стоять и тем самым ускоряется кровоток задействуется все мышцы в организме учитывая мышцы которые будут на баланс это второстепенные мышечные группы то есть есть например большие мышцы бицепс например да или квадрицепс а есть мышцы которые будут на баланс кор например белые мышцы их называют по-разному вот этот из-за того что сам плейд заставляет делать такой баланс тасс сбоку на бок она заставляет эти актеризирует эти мышцы вот у меня кстати я настолько его люблю что я купила себе домой себе то есть на работе не хватает на работе не хватает я подарила супругу ему на день рождения он им пользуется удовольствием и утром и вечером на нем нужно делать огромное количество упражнений даже отжиматься бегать на месте приседать в общем вот полный список изучите и всем советуем и очень многим нравится ходите сюда пациентам можно встать ничего не делать и потерять калории ну да поэтому очень удобно очень удобно есть еще другого типа велосипед большинство пациентов которые приходят лечиться после аварии мы начинаем с пассивной терапии ну зависимости от уровня боли да и постихонечку добавляем к им к плану лечения другие упражнения которые более на растяжку на силу леночка обязательно следить что пациенты растягивались делали силовые упражнения вот нашли стеночка кстати здесь тоже очень много огромное количество упражнений которые можно делать на все части тела даже нас есть маленькие гантельки вот это кстати очень интересная тема для пациентов у которых есть проблемы с запястьем или с пальцами они могут так вот делать такие вот разные упражнения которые помогают задействовать мышцы на сжимание и сейчас мы покажем еще рентген здесь делать рентген тоже на все разные части тела в основном диагностика делается сразу что прежде чем пациент видит киопрактора в плане аджасмента врач если не уверен в плане здоровья пациент особенно после травмы после аварии делает снимок и смотрит если вдруг какие-то переломы есть такие переломы которые называются хирлайн то есть их вообще не видно их видно но они очень тоненькие и никого смещения нету но есть бы трещина да вот эта трещина тоже может быть небезопасно поэтому многие карпакторы сначала делать рентген а потом уже смотрят если с пульт управления да вот здесь стоит технишин и делает снимок рентгена в рентгене есть радиация как у том рта нету здесь есть доза маленькая скажем так если человек ходит и летает самолете да мы проходим через аппарат который нас просматривает даже в самолете когда поднимаемся ближе к солнцу там тоже есть радиация телефон там тоже есть радиация здесь тоже с радиацией на регламентируется у каждого технишина есть список специальный импульса который он делает радиация буквально длится секундочку то есть там его человека ставят да и нажимая кнопочку на хоп все она выключилась для того чтобы безопасность у нас есть специальные такие заказать правильно meters датчики датчики да для каждого технишина для врача и общий который же в комнате который измеряет уровень радиации мы отправляем специальную компанию каждую четверть каждые три месяца и не проверять уровень чтобы нас ничего не тошкалило и тут вот и вся комната обито специальными панели датами панели которые делаются из лед медь медь пусть будет медь сейчас да скажет переведем да переведем ну знаю точно что лед вол она специально сделала для того чтобы отбивать радиацию чтобы она не уходила никуда за ужин чтобы безопасно для окружающих на кушаточку она сделала для пациента который например нужно сделать коленку или нужно лечь чтобы сделать рентген есть разные позиции пойдемте теперь а леночка носить пациенты так можем пройти здесь у нас комната отдыха наши дорогие пациенты здесь делают пассивную терапию электрофорез многие с этим знакомы мы делаем ультразвук терапевтический инфракрасные лампы вот так он выглядит электрофорез современный это электрофорез к нему поддеваются на каждого пациента индивидуальные наклейки да да с гелевой базой и зависимости где пациенту нужно делать электрофорез его туда ложат можно две можно четыре можно прям в четыре пары сделать а можно его делать параллельно с баночками банки улучшают кровоток такие баночки да вот еще лампочка лампа многие знакомые знаю в последнее время очень популярны стали такие маленькие лампы даже девушки лечат проблемы с кожей она помогает и во-первых как тепло пациент очень приятно и улучшает кровоток и улучшает процесс восстановления также у нас есть ультразвук который в принципе делает похожие вещи я лично люблю использовать когда синяки есть она помогает там разбивать как бы кровь застой какие-то и улучшать кровоток и здесь магическая у нас есть кровать массажный стол до механический массаж такие кроллеры по спине очень приятно может так покататься и расслаблять спину обычно пациенты и когда приходят они идет полный комплекс лечения ну в зависимости кому что можно потому что например беременным не рекомендуется делать электрофорез на поясницу потому что стимуляция например некоторым людям у кого пейсмекер все которые в сердце да тоже нельзя делать мс потому что это стимулирует вот сам этот аппарат то есть у каждого индивидуальное есть назначение но в принципе каждый человек который приходится на терапию можете взять полный спектр услуг который у нас есть что у нас дальше дальше у нас принципе административная часть офиса комнаты отдыха офисы офисы да здесь у нас сейчас проходит консультацию нейрохирурга у нас приходит специально специалисты несколько раз в неделю специалисты есть нейрохирурги которые работают с пациентами у которых более в поесть позвоночнику полностью они могут делать уколы и операции уколы самые различные зависимые сталки и симптомы что пациенту нужно там может быть потом детально рассказать но очень много разных способов лечения и каждый человек выбирает сам себе по себе кто боится укола кто боится операциям да но вот честно сказать мы нашим бэкграундом всегда боимся ой к врачам ходить не нужно более такое я сама таким человеком было я всегда была против в этом операцию не дай бог никто ничего но я увидела много человек которые ходить не могли которые настолько было больно которым было столько плохо не могли работать них например там выскакивало колено да из чашечки не на перхо скипером работали даже не могли вообще ничего делать и бояться операций у тебя качество жизни настолько плохое и они делали операцию они уходили домой в тот же день реабилитация на колено пару месяцев и они жили новой жизнью пациент освободился после массажа и я увидела большое количество пациентов которые именно после операции зажили новой жизнью и до наркоз в современном мире наркоз настолько хороший скажем так настолько безвредный я наверное не врач неправильно говорить на безвредный но его совершенство с каждым годом да он становится лучше и лучше наши пациенты практически все уходят домой сразу после операции буквально через пару часов только отходит наркоз и восстановление оперный позвоночник пару недель и люди живут годами с болью и после скажем так такой операции они любовь к жизни возвращается поэтому да не бойтесь не бойтесь и хорошего он должен ответить на все ваши вопросы спрашиваете не думайте что какие-то вопросы глупые на самом деле это ваш организм это ваша жизнь поэтому берите за нее ответственность но не бойтесь в этом нет ничего такого страшного да что у нас есть еще посмотреть а вот здесь офисы здесь офисы да а здесь вот можно у вас кофейку попить да кофе чая закрыть еду у нас такой break room небольшой для сотрудников а массажная комната тут яснил нас убирает после каждого пациента после и перед каждым пациентом обязательно эти были сейчас коронавирус был надеюсь ушел надеюсь ушел но мы можем присесть если хотите а это у вас еще один офис да у меня вот это мой замечательный стул рабочий стул правда хороший потому что мы правильные позвоночники да да поэтому стараемся обязательно делать перерывы и там раз в час минута 10 до 20 я всегда сажусь и расслабляя свой позвоночник скажем так что правильно а если что то что вы можете рассказать дополнительно вы знаете мне кажется будет интересно мы еще бы говорили мы сделаем отдельное видео про то что делать в авариях после аварии нужно но вот некоторые темы все таки хочется затронуть потому что это наша наш фокус именно стоит на том чтобы образовывать наших пациентов комьюнити о том что нужно делать куда нужно обращаться что нужно не бояться оставить свои права и скажем так восстанавливается когда то есть когда есть возможность многие не знают что еще попадает в аварию именно автомобильную разные ситуации бывают но мы сталкиваемся с тем что большинство русскоязычных пациентов именно боятся приходить к врачу потому что это будет дорого этого прыщ при придет счет на 1000 долларов они не расплатятся будет на двух работах работать зачем лишний раз обращаться хотя если логично подумать если вы каждый месяц платите там 200 100 200 долларов за вашу страховка авто страховку да вы идеальный клиент для страховки в принципе им платите и никогда не обращаетесь их им бы таким побольше пациентов клиентов как вы вот смотрите у каждого пациентов в каждом штате разные правила но мы канал про флорида поэтому мы расскажем про правила во флориде во флориде у каждого пациента есть 14 дней обратиться по авариям даже если ничего не болит то есть очень часто что происходит происходит авария как бы человека там дернуло да опять же аварии разные бывают вместе со смертельным исходом скажем так и совсем чуть-чуть там на парке на парковке буквально фендер бендер как говорят буквально чуть столкнулись нет симптомов и пациент говорит зачем никуда-то идти все в порядке зачем лишний раз связываться и потом через месяц пациента головные боли и таких пациентов у нас на опыте десятки головные боли начинается проблем в пояснице воде недомогания самые разные симптомы бывают и пациент не знаю что делать а потом вспоминает что он был в аварии оказывается есть такая тема как вы старает хвостовая травма на английском называть собой плаш симптомы могут быть различные поэтому нужно обязательно провериться и пойти к врачу как можно скорее после аварии сделать рентген сделать мрт посмотреть если какие-то изменения структурные структурные потому что человек после аварии у него адреналин он все в порядке все нормально у меня у самой была авария меня в детстве сбила машина и я сразу скачила все в порядке побежала все ничего не болит через 20 минут у меня пухла нога я казалось что был перелом хотя изначально больнику не чувствовал поэтому не стесняйтесь нужно и обращаться к врачу еще очень важно многие боятся идти в госпиталь потому что госпиталь это с большой счет это правда но в то же время если у вас открытый перелом и выжить кровь как бы ну что важнее скажем так ваша жизнь и ваше здоровье или боя защиту вам по-любому окажут сначала помощь медицинскую а потом уже выставят счет а вы уже там будете разбираться да но у вас хотя бы нога будет вылечена конечно и вам не надо продавать последнее жилье чтобы выплатить этот счет это конечно уже другая история но тем не менее не надо этого бояться это не так страшно как это звучит однозначно и опять же у каждого пациента у каждого человека который есть машина в америке у него обязана быть страховка вам dmv да не выдаст даже title на машину и license plate сам это тег на машину не без того что вы предоставили им страховку страховка во флориде минимальная покрывает пип пип расшифровывается как personal injury protection это покрывает 10 тысяч долларов на ваши медицинские расходы то есть у вас есть 10 тысяч долларов после аварии которые покроют вам ваши счета это учитывая если вам нужно куда-то обратиться если у вас в принципе не открытый перелом не хлыщет кровь и вы себя более-менее нормально чувствуете то есть ну вы сами смотрите как бы оценивать ситуацию то обращаться в госпиталь принципе не нужно в плане того что будут дорогие счета в принципе переходите порог госпитале вот уже 2000 долларов потому что они 24 часа в работают это emergency у нее другие цены это все гораздо дороже чаще да уже лучше к вам пойти лучше обратиться или urgent care если допустим нужно прям срочно вечером поздно медикаменты или например просто посмотреть ну что все в порядке но очень часто urgent care отправят обратно в госпиталь они хотят брать ответственность за это все если вдруг они подозревают что у вас там сотрясение мозга или что-то такое они скажут вот пожалуйста вот госпиталь вот там мы именно фокусируемся на пациентам которым нужна помощь после аварии у нас специалисты этим занимаются скажем так всю жизнь они полностью знают что нужно делать какой план лечения кроме этого мы работаем вместе скажем так с командой специалистов которые помогают пациенту понять что с ним произошло что произошло в аварии вот например дтп америка они полностью помогают пациент найти хорошего адвоката даже если пациент возможно виноват иногда вина разделяется как бы частично то есть 50 на 50 или кто по-другому да то есть не всегда человек полностью виноват если вообще не виноват там хороший кейс например так драйверов тоже могут быть кейс у них там коммерческой полосе могут быть и по миллиону долларов а ваш полис опять же вот страховочная многие люди скажем так берут страховку и просит у агента можно так подешевле сделать страховку сэкономить или мне нравится больше всего на фейсбуке просит посоветуйте пожалуйста хорошего агента так чтобы подешевле сделали вот это из разряда you get what you pay for то есть вы сначала сэкономили а потом пожалели да в америке может сэкономить на страховке для этого нужно делать шопинг нужно по разным или к агенту обращаться или по разным страховкам смотреть да но обязательно нужно смотреть что вы себе что вы платите да какие услуги вы за это получаете вот пип на медицинский это минимальный а разные ситуации бывают вдруг вы на самом деле попадете в аварию а человек который вас ударил не у страховки нету тогда как вас кейса не будет хотя вы пострадали у вас моральный ущерб материальный ущерб машина побита вы остались без работы потому что у вас например коленка сломана или там нога сломана вы с ногой у вас нога сломана да то есть у вас счета вы без работы потому что вам нужно например физические работы на и в нашем центре можем полностью скруто делать диагностику если вам нужны какие-то специалисты узкого профиля как хирурги или нейрохирурги или неврологи или специалисты по травмам мозга такие тоже как бы раз ситуации бывают у нас здесь есть ортопед хирург pain management врач это специалист который хирург он делает некоторые процедуры но большинство он делает уколы помогает убрать симптомы и именно боль локальную есть уколы prp это плазмы есть уколы стероидов локальные в суставы это тоже как бы нужно рассматривать но прежде всего когда пациент приходит мы делаем как можно более натуральной медицине скажем так хиропрактор его по-русски по коммунальным терапевтам да да я понимаю что их манипуляции с позвоночником люди забывают что хиропрактор это человек который закончил много лет школы да это врач который может вести как семейный врач единственное что он не делает он не прописывает медикаменты и это и потому что философия этого врача и самой медицины хиропрактор совершенно другая они пытаются помочь телу чтобы она сама себя излечила наше тело принципе идеально само по себе и ничего лишнего здесь нету да и не помогает этому телу восстановиться как можно быстрее как можно лучше поэтому есть упражнения терапия мы помогаем пациенту взять домой supplies например есть специальные пояса которые поддерживают кор когда человеку болит поясница есть специальные пампы для растягивания шеи которые мы домой тоже выдаем пациенту который тоже абсолютно строка покрывает то есть полностью диагностику делаем если уже это не помогает после курса тогда мы уже обращаемся к узким специалистам но опять же обращаясь к страховкам это все страховка ваша покроет если ваш из кейс мы работаем с вашим адвокатом который а вы можете посоветовать адвоката вот если нет вот к вам прийти ну какие то у вас есть контакты кто хорошо благодаря с которым работаем скажем так большое количество адвокатом катка ими работаем с которым вас большинство пациент есть адвокаты которые есть у которых есть русско-зычные сотрудники к сожалению именно русско-зычного адвоката который говорит на русском, занимается именно personal injury, лично я не знаю, лично наверняка есть какие-то, но мы можем посоветовать обратиться. Опять же, многие не знают. Думают, ой, адвокат, так дорого, зачем связываться? Адвокат ни копейки не берет за консультацию. То есть консультация бесплатна, именно personal injury. Вы тогда можете узнать. Вы можете хоть по 10 адвокатам сходить, спросить все вопросы. Все адвокаты во Флориде берут, в принципе, одну ставку, это 33%, ну, 33%. А, с выигрыша, да? Да. Они заинтересованы по максимуму отбить денег от виновной стороны. Вот это интересно. То есть они в ваших интересах работают, да, и в своих тоже. Да, то есть вы на одной стороне, вот так скажем. Мы на одной стороне, да. И опять же, многие там, ой, ни слуху, ни духу от адвокатов, там, где они пропали, ничего не делают. Каждый человек сам должен заниматься своими делами, скажем так. У вас есть кейс, вы должны интересоваться, звонить, узнавать, что происходит с вашим кейсом. Кейсы некоторые простые, скажем так, там, где нет сильных травм или, ну, там, маленькие лимиты, ну, закрываются там за несколько месяцев, до полугода, например. Кейсы есть и по миллиону долларов, и по несколько миллионов долларов, которые человек, скажем так, уходит отсюда, ну, инвалидом, такие тоже бывают. Ну, всякое бывает, конечно. Да, некоторые, как бы, травмы не подвигаются лечению или подвигаются, ну, никак человеку наоборот на ноги не поставят. То есть там зависимости от лимитов страховки виновного и от уровня травмы. Это все, как бы, адвокат подшивает под кейс, отправляется в страховку. Опять же, мы помогаем полностью на любой уровне сложности операции тоже сделать, если нужно пациенту. Ну, это уже, как бы, другая история. А со страховкой вы не помогаете, вот, подсказать, какая лучшая или каких-то, может быть, брокеров страховка? Лично брокеров, как бы, я искать не могу, но, думаю, на интервью ДТП Америка будет интересно поговорить и про страховки, и куда обращаться, где искать, какие лучше брать, какое покрытие выбирать обязательно, и каким адвокатам обращаться. Думаю, они смогут больше подсказать в этом плане. Мы, кстати, занимаемся больше медицинской частью. Ну, да. Поэтому, как бы, в этом мы специализируемся. Ну, что касается еще, знаете, если заметили многие, кто живут в Орландо, ну, и другие города, кстати, тоже я замечала, когда езжу, путешествую, много билбордов. И там какой-то такой-то адвокат выиграл столько-то, там, чуть ли не миллион долларов. 100 миллионов долларов. Ну, не 100 миллионов, я таких не видела, ну, там, миллион долларов, например. Да, да, да. И счастливый пациент. Да. И есть такая шутка, скажем так, в наших кругах, который занимается послеаварийными пациентами, что вы замечали, что все эти пациенты почему-то сняты по поясу. Да, да, да. Вот там есть такая шутка. Мы с мамой тоже. Потому что очень часто они с вами били в кляске. Ну, да. Чтобы заработать деньги. Такие большие суммы, да. Я думаю, вряд ли за, там, ушибленный палец дадут миллион долларов. Да. То есть это все, скажем так, есть корреляция между уровнем травмы и уровнем покрытия. Ну, или, знаешь, мы как шутили с мамой, что, типа, ну, такая черный юмор, что какого-то родственника просто нет, они счастливые там стоят. Да, потому что там кто-то умер. Да, кто-то умер. К сожалению, это правда. То есть, ну, всякие аварии бывают у меня. Я, честно говоря, очень... Вот именно этой темой меня очень глубоко это цепляет. Когда, не знаю, карма меня сюда привела на это место работы, у меня трагически погибла мама в аварии. Я просто помню растерянность. Ну, это было на родине, то есть я, мне было 13 лет, и мы не знали, куда идти, куда обращаться. Тем более в то время, да? Ну, да, это было уже лет 15 назад, да. Было тяжело, было это просто неизведанное какое-то... Не буду рассказывать тяжелые подробности, да. Но в том плане, что я понимаю растерянность людей, которые приходят, они не знают, что делать. Они боятся, потому что они в боли, и у них болит, допустим, там очень сильно спина, у них болит голова, они не знают, куда идти. Или они, допустим, виноваты в аварии, и они хотят, ой, зачем куда обращаться? Даже если вы виноваты, ваш ПИП покрывает ваши расходы. Возможно. Нет, он покрывает обязательно. А, покрывает. То есть Florida State, это no fault state, то есть неважно, кто виноват, но у вас всегда есть покрытие. То есть даже если у вас серьезная травма, например, вас скоро отвозят с места аварии и привозят в госпиталь, вам сделают CAT scan, да, эти 10 тысяч, по крайней мере, покроют ваше лечение. То есть хотя бы минимально... То есть 10 тысяч не так много денег для лечения. Знаешь, у нас вот сколько мы уже страхуемся лет, я всегда видела, что deductible 1000 долларов. То есть 1000 мы платим, а все, что сверху, да, по-моему, 10 тысяч. Да, 10 тысяч входит. Да, то есть первые 10 покрываете вы? Нам, если мы попадаем, и также если от нас кто-то тоже попадает. По-моему, тоже 10 тысяч. Опять же, это можно убрать. Можно, например, платить ноль. Да, 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 но мы решили не убирать, да, на всякий случай тоже. Ну, как бы посоветовали мы, думаю, ну да. Но опять же, есть очень много деталей для этого хорошего адвоката. Да, да. Потому что если у вас есть deductible, например, 1000 долларов, это не значит, что пока вы не принесете и 1000 кеша, и не купите в госпиталь, вам не окажут помощь. Нет, это не так работает. И опять же, если у вас есть адвокат, к примеру, и у вас есть кейс, то есть вы не виноваты, есть виноватая сторона, третья сторона, которая есть страховка, и это время идет кейс. Вот эти 1000 доллара может покрыться, в принципе, потом, когда вы сетельнете кейс, и вы потом все счета свои оплатите, ваш адвокат обязательно по всем, скажем так, сторонам, которые вы воспользовались медицинскими услугами или обратились за коляской, ну, всякие разные детали бывают, они полностью им все счета заплатят и убедятся, что как бы счета проплачены правильно, они попытаются договориться, чтобы счета понизить, возможно, если у вас, например, очень большие расходы, и не всегда лимитов хватает. Опять же, были ситуации, когда пациенты приходили в госпиталь, потому что они в шоке от всего происходящего, жаловались на все, то есть болит везде. И как любой ER-врач, MD, он не хочет брать ответственность, и он скажет, ну, раз все болит, давайте сделать кетскен на всего организма. И так же делают. В итоге счета приходят на 45 тысяч долларов, а лимиты страховки на 1,25. Поэтому нужен хороший адвокат, который будет договариваться с билинг-департментом госпиталя, будет пытаться договориться так, чтобы вы, уходя с кейса, ну, как бы закрывая кейс, да, по крайней мере, не остались в долгах. Ну, это индивидуально, как бы нужно уметь это все делать, поэтому адвокаты нужны хорошие, которые именно специализируются на авариях, знают правильные документы, правильную терминологию, у которых много лет опыта, и нужно хорошо подбирать, скажем так, доверяться в руки. Ира, а какая у вас должность, еще раз? Я офис-менеджер. Все, хорошо, приятно познакомиться. Я уже здесь больше пяти лет работаю, именно в этой сфере. У владельца бизнеса, владелец бизнеса русскоязычный тоже, у него много лет опыта, я не буду говорить за него, наверное, больше десяти точно. И мы работаем именно в этой сфере, и так как много лет опыта есть, и не только в сфере, но и, скажем так, по опыту тысячи бывших пациентов, мы конкретно знаем, что делать, куда делать, куда обращаться, мы отвечаем на все вопросы, которые у пациентов есть. Maximum satisfaction, который только может быть, и даже вот есть такой термин, называется Maximum medical improvement, то есть все, что максимально медицинскими способами можно достичь, мы это все по максимально пациенту предлагаем. А там пациент, скажем так, сам выбирает, что ему делать, что ему не делать, операции делать или не делать. И мы с адвокатом, естественно, работаем рука об руку, предоставляем все медицинские документы, правильно оформленные, чтобы они могли отправить это все в страховке и подготовить ваш кейс. Замечательно. Да. Будем обращаться, не дай бог. Ну, не дай бог. Да, но всякое бывает, то вот обращайтесь. Поэтому лучше, по крайней мере, знать номер телефона, сохранить. На ДТП Америка сайте, кстати, очень советую просто почитать для себя, для собственной информации, или посоветовать родственнику вдруг, когда тебе понадобится, что делать, когда происходит авария, кому звонить, что говорить полицейскому, какие фотографии делать, что спросить у виноватого, например, какие документы. есть такие вещи, которые common sense, common sense is not common. То есть, когда у тебя происходит ситуация сложная, и ты никогда не изучал, что нужно делать в этой ситуации, очень сложно принимать решение. А если ты уже, скажем так, с чистой головой, ты уже знаешь, что нужно делать, хотя бы половину из этого списка ты сделаешь. Хотя бы там, сфотографируешь license plate у виновного человека, спросишь страховку, их имя, например, то есть, позвонишь в полицию сразу. Может это отдельное видео еще записать, что надо делать. значит надо, поэтому просто рекомендую пойти почитать, для себя просто знать о общей информации, ну или кому-то пригодится. Да, ну или отдельное видео снять, тоже, наверное, будет для кого-то интересная информация. Думаю, будем в следующем. Ну что, будем прощаться, спасибо большое за такую экскурсию. Вам спасибо, что пришли, будем рады любому человеку помочь, ответить на вопросы, можете звонить нам в офис, на любом языке, на котором нужно, мы ответим и будем рады помочь. Все контакты оставим внизу под видео, обращайтесь. Да, спасибо большое. Пока-пока. Пока. Я озвучу немножко, хоропрактор обычно прощупываю полностью по позвоночнику, чтобы если есть какие-то зажатости, проверяю полностью, сейчас будет. Нужно обязательно выдыхать полностью. Very good. One more time. And out. Just a little one. Flip on your back face up, okay? You okay? Yes. Ты жива? You'll lay on your back face.